Сегодня мы все подстраиваемся под новые условия жизни. Одинаково нелегко всем и простым людям и компаниям. О мерах поддержки клиентов, которые предпринимает один из крупнейших финансовых институтов страны Сбербанк, мы поговорим с управляющим его алтайским отделением Антоном Милютина. Здравствуйте. В начале нашей беседы расскажите, как в это непростое время чувствует себя банк. Банк продолжает работать, оказывать полный спектр услуг своим клиентам и, конечно же, банк адаптируется к изменившимся условиям работы. В настоящее время часть наших сотрудников осваивает работу в удаленном формате. Мы внесли изменения в организацию рабочего процесса и предприняли ряд шагов, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования банка в текущих условиях. Ну вот об этом как раз сейчас поговорим с вами подробнее. Конец марта и апреля, хотя стали выходными для россиян, вынужденными выходными, не очень приятными для многих, но банк же не может уйти на каникулы полностью, закрыть все свои филиалы. Вот каким образом налажена работа сейчас? Вы правильно отметили, что банк на каникулы уйти не может. И вопрос обеспечения доступности и сервиса для наших клиентов для нас является первоочередным. В указанный период времени наша филиальная сеть работала, предоставляя весь комплекс банковских услуг как частным клиентам, так и корпоративным. Сеть работала по индивидуальному графику, который мы оперативно корректировали, исходя из активности наших клиентов, исходя из клиента потока. На сегодняшний день, учитывая возросшую активность клиентов, у нас работает практически вся филиальная сеть, а это 480 офисов на территории Алтайского края и Республики Алтай, которая, как я уже отметил, оказывает весь спектр услуг. Безусловно, в наших офисах мы обеспечиваем соблюдение всех необходимых режимов, связанных с санитарно-гигиеническими нормами. Наши специалисты оснащены масками, перчатками, антисептиками. В офисах сделана разметка для соблюдения социальной дистанции. И мы очень признательны тем клиентам, которые с пониманием относятся к этим мерам и сами стремятся эту социальную дистанцию соблюдать. Наверняка сейчас увеличилось количество тех людей, которые оплачивают всевозможные услуги безналом, что называется, дистанционно. Вот какие есть возможности сейчас? Чтобы не посещать отделения и не подвергать свое здоровье опасности. Все верно. Возможности по дистанционному обслуживанию на самом деле у клиента сейчас очень широкие. С помощью сервисов онлайн, Сбербанк онлайн, в мобильном приложении можно сделать практически все, что нужно в обычной жизни. Сделать необходимые платежи, разместить, открыть-закрыть вклады, заявку на кредит, погасить кредит, заказать справки, выписки. Практически полный перечень банковских операций сегодня клиент может получить, не выходя из дома. И мы в текущих условиях развития данного сервиса предполагаем более ускоренными темпами, поскольку даже те люди, которые традиционно ходили в офисы банка, сейчас все больше и больше внимания обращают на удаленные сервисы, которые дают возможность данными услугами воспользоваться. Вот как я уже сказала в начале, сейчас трудно не только простым людям, но и крупным компаниям, мелким компаниям, неважно, все переживают определенный кризис. Каким образом Сбербанк помогает корпоративным клиентам? Если говорить про корпоративных клиентов, то здесь, наверное, в первую очередь стоит остановиться на помощи в части кредитных продуктов. И здесь банк реализует как собственные программы поддержки, так и те программы, которые приняты и продвигаются на уровне правительства Российской Федерации. В банке действует схема по упрощенной реструктуризации, изменения условий кредитования по кредитам предприятий наиболее пострадавших отраслей или смежных с ними. Банк в ускоренном режиме предоставляет отсрочку по погашению обязательств по основному долгу процентов на срок 6 месяцев, а также может рассмотреть пролонгацию и изменение графиков на более длительный срок. По клиентам малого и микробизнеса решение принимается в экспресс-формате, как я уже сказал, на сегодняшний день более 600 заявок поступило и по ним, по 300 из них принято положительное решение, остальные находятся в рассмотрении решения и по ним тоже будет принято в ближайшее время. Если говорить про помощь, не связанную с условиями кредитования, то здесь хотелось бы отдельно остановиться на кредитном продукте под 0%, который был не так давно анонсирован правительством нашей страны и с 8 апреля банк тоже начал прием заявок на получение данных кредитов. Кредит предназначает субъекты малого и среднего предпринимательства, которые относятся к таким в рамках федерального закона, предусматривает получение денег на выплату заработной платы и направлен сроком действия один год, причем в течение первых шести месяцев ставка по кредиту 0%. Это, видимо, основные меры поддержки, есть какие-то еще дополнительные? Кроме кредитных продуктов, также банкам до конца апреля установлена нулевая абонентская плата по договорам торгового эквайринга, то есть наши клиенты, торговые точки, которые в обычной жизни данную сервисную плату должны были платить, сейчас вот ее платы освобождены. Это направлено для того, чтобы их поддержать, а также сохранить и обеспечить возможность приема безналичных платежей с помощью пластиковых карт в тех торговых точках, которые сейчас испытывают временные трудности. Ну вот мы с вами немного поговорили об онлайн-услугах, да, это сейчас очень удобно, как и никогда, но как обезопасить свои денежные средства, как не попасться на мошенников? Есть какие-то советы? Спасибо за вопрос. Мы работаем бесперебойно над обеспечением безопасности функционирования нашей платежной системы и на защите средств граждан, которые пользуются онлайн-услугами, в целом пользу услугами банка. В банке выстроена система фронт-мониторинга, которая автоматически анализирует транзакции и с помощью очень сложного алгоритма вычисляет те транзакции, которые подозрительны, которые, возможно, проведены не клиентом и, собственно, предпринимает ряд шагов, направленных на дополнительное подтверждение. Ну, конечно же, мошенники не дремлят и также продолжают развиваться. И сейчас в новых условиях все больше возникает ситуация, когда на теме коронавируса мошенники также пытаются дополнительно получить доступ к данным наших клиентов либо к их денежным средствам. К примеру, имеет место ситуация, когда обращаются к клиенту и рассказывают, что ему положены какие-то субсидии, компенсации, какая-то поддержка, но для этого нужно раскрыть персональные данные. И вот этого делать ни в коем случае нельзя. Потому что, к сожалению, очень часто и в подавляющем большинстве случаев взламывают не систему банка, а взламывают, прежде всего, клиента, когда он добровольно под воздействием определенных вопросов, определенное взаимодействие со стороны злоумышленника, сам раскрывает либо данные, такие как пин-код, секретный код карты и так далее, либо даже совершает какие-то действия, направленные, действия со своим счетом, по сути, дающие доступ злоумышленникам к его непосредственно счету. Здесь основная рекомендация всем нашим клиентам ответственно и внимательно относиться к соблюдению правил цифровой безопасности, цифровой гигиены, пользоваться антивирусами, а также при общении с сотрудниками банка или с теми, кто звонит, не допускать случаев разглашения данных пин-кодов, секретной информации и каких-то иных действий, которые могут дать доступ к счету. Сотрудник банка никогда не просит, не спросит у вас номер пин-кода, никогда не спросит у вас секретные данные карты, и если у вас подобного рода вопроса возникает, то, скорее всего, вам звонит злоумышленник. Самое правильное в этой ситуации – прерывать разговор. Если у вас есть сомнения, позвоните на телефон Галиача линии банка, которая указана на обратной стороне каждой карты, и задайте все интересующие у вас вопросы. Насколько мне известно, сейчас Сбербанк активно развивает свою экосистему. Какие наиболее востребованные и актуальные продукты сейчас? Сервисы нашей экосистемы действительно активно развивались и продолжают развиваться. И сейчас ряд из них испытывает действительно серьезный возросший интерес со стороны наших клиентов, опять же, исходя из текущей реальности. Сервис Док-Док, телемедицинский сервис, который дает возможность удаленных консультаций с врачом, соответственно, открыл бесплатный доступ всем гражданам нашей страны, бесплатный доступ к консультациям по теме коронавируса. То есть каждый клиент, каждый житель страны может воспользоваться данным сервисом и проконсультироваться. Сервисы доставки еды, доставки, прежде всего, продуктов в Сбермаркет, который вот уже месяц работает в нашем городе, доставляет жителям города продукты из торговой сети «Метро», также очень активно пользуются спросом со стороны наших жителей. Деливери-клаб, доставляющий готовую еду, также возможность заказать готовую еду из ресторанов, которые в нашем городе работают. Кроме того, ряд сервисов для корпоративных клиентов по электронному документу обороту, по поддержке организации удаленной работы, предоставляемых компаниями «Коросконсалтинг» и «Сберешения» также делают возможность в это непростое время нашим клиентам получить дополнительную информацию или дополнительный сервис, не неся при этом каких-то затрат. Какую-то досуговую деятельность эта система предлагает? Конечно. Я отдельно отмечу онлайн-кинотеатр «ОКО», который очень активно развивается и сейчас предоставляет пользователям возможность доступа к различным образовательному контенту, к записям различного рода художественных мероприятий, балет, спорт и так далее, тоже которые люди, сидящие дома, и не имеющие возможности посещать культурные или досуговые места, также могут воспользоваться и с помощью нашего сервиса. Но если подытожить нашу беседу и посмотреть на ситуацию сверху, что это сегодня? Кризис или, в принципе, просто новая ступень в работе? Новые форматы общения с клиентами? То есть мы не стоим на месте, мы развиваемся и мы работаем. То есть так сказать, что вот все ступор и жизнь встала, нет? Однозначно жизнь не встала. Однозначно условия, в которых мы работаем сейчас, не имеют аналогов в прошлом. И, безусловно, это время, которое должно всех нас научиться, научить жить, работать в новой реальности, развивать отношения с клиентами, поддерживать друг друга и в целом двигаться вперед. Спасибо за то, что нашли время, пришли к нам теперь уже в студию и за этот полезный разговор. Я напомню, что сегодня у нас в гостях управляющий алтайским отделением Сбербанка Антон Милютин. Спасибо вам.